Здравствуйте, в волнах Финам ФМ с программой Продокс с Игорем Витовым. Это Игорь Витовым, с деконом студии 6510-96, с код города 495. Вы, как обычно, пишите нам на странице нашей программы, на финам.фм странице программы Продокс. И сегодня в студии у меня Александр Васильевич, депутат от Объединенного Народного Фронта, коллеги общественного движения «Убитые дороги» Павел Иванович Поспелов, первый проект Ромодиев, Феодор Иванович, координатор проекта «Росяма». И, как вы уже догадались, из-за этого представления говорить мы будем, естественно, о дорогах, убитых дорогах, ямах, колдольных. И, ладно, пойдемте без этих слов. Александр, насколько я понимаю, вы были тем самым человеком, который вносил поправки в законы, в федеральном законе автомобиля на дорогах. А хотелось бы подробно услышать от вас, в чем суть этих поправок и что действительно мы сейчас в ближайшее время можем ожидать от поправок и от общественных. Я так понимаю, что вся суть сводится к общественному контролю, как строится, вон так, за ремонтом и состоянием дорог. Ну, в общем, да, верно. Добрый день, наши радиослушатели. А что вы на часы сразу смотрите, вы думаете, что… Да, день или ночь. Сегодня я рано проснулся, что-то принято. Вот, смысл-то какой? Есть дорожные фонды у нас в стране, они были созданы в 2011 году, федеральные дорожные фонды, региональные дорожные фонды. Ну, и объем достаточно велик, то есть больше 500 миллиардов дорожных фондов. Средоточено в федеральном порядка 240 миллиардов по 2012 году. И, в общем-то, эти деньги, которые есть, которые мы уплачиваем в качестве налогов и которые идут в качестве акцизов, ну, это основное пополнение дорожных фондов, это акциз на топливо и транспортный налог. Вот, и, в общем-то, в виде картину, представляя картину, которая у нас творится на дорогах, ну, мы не будем даже говорить сейчас о Москве, конечно, тут немножко по-другому картина выглядит. Говоря о регионах, имея вот раздраженность среди граждан, состояние дорог, люди, в общем-то, не видят и не понимают, куда, в общем-то, уходят эти деньги. Вполне разное замечание. Есть у нас закупки, сайта закупок, где действительно... И вы стали, вы решили стать той общественной организацией, которая будет следить за тем, как эффективно расходить. Ну, мы уже 5 лет, как эта общественная организация, которая занимается дорогами. Изначально мы работали в Левскове, да и сейчас занимаемся нашим... Можно знать, что по сети у вас перебью эффективность этого дела? То есть, вы работаете 5 лет, за это время уровень воровства при ремонтах дорог уполна на столько, качество дорог улучшилось на столько, кипяи у вас какие-то есть? Ну, я, конечно, кипяи. Но у вас такие вещи. Нет, ну, хорошо. Я тоже люблю выражение кипяи. Хорошо. Те параметры, по которым можно оценить... Параметры дороги стали стоять дольше, я могу сказать. Насколько? Знаете, стоять стало дольше, это, конечно, хорошо. Но это, наверное, в передаче на дорогах. Они начали почти доживать до гарантийного срока. Вот. И дело здесь... Я объясню, почему. Какой городской гарантийный срок? Это Федор спрашивает. А тут одновременно сразу оживились радиослушники, которые просят почему-то вас комментировать новость, что жена главы управы Марина наехала на активистов СтопХам на джипе с номером 999. Ну, про СтопХам мы можем поговорить чуть попозже. Так вот, движение наше называется «Убитая дорога». Сначала были дороги Пскова, сейчас уже есть дороги Липецка, Балагое, Воронежа. Ну, в общем, активисты по стране объединяются для того, чтобы начать решать проблему дорог. Ну, то есть, про Псков. Дороги ставят лучше, Федор. Явно у вас это вызывает некую ироническую улыбку, поэтому я бы хотел услышать. Не, на самом деле, у меня вызывает ироническую улыбку. Информация о том, что дороги достаивают до, ну, практически до гарантийного срока. Я сказал, приближаться. Стали приближаться. Да-да-да, вот это само по себе, как бы, ну, я согласен с этим, что, да, что очень многие построенные отремонтированные дороги не выживают. Там, сколько бы там ни ставили, там, два года ставят гарантии, три года ставят гарантии, больше почему-то не ставят. Ну, видимо, потому что, как бы, понимаешь, что плохо все ремонтируют, и, там, больше трех лет никто здравому не даст почему-то. Хотя, в общем, казалось бы. Давайте я вас сейчас разведу. У меня вот вопрос по ланчу, потому что я понимаю, что вы, ребята, молодые и горящие, по ланчу улетели. Спокойнее слушает. Более спокойно слушает. Меня просто интересуют все-таки цифры. Я вот недавно вел какую-то конференцию, посвященную расстроению дорог и транспорта. И среди профессионалов отрасли у меня возник практически мордобуй в ответ на мой простой вопрос. Объясните мне, пожалуйста, насколько у нас в действительности дороги стоят дороже, насколько у нас действительно качество дорог хуже. Приведите мне, пожалуйста, какие-нибудь учеты. Мне нравится, Александр, за словом кипяй. Хочу, чтобы приведить мне, пожалуйста, какие-то показатели. Да, что вот в странах с аналогичным климатом, в аналогичных климатических условиях стоимость одного километра дороги, условно говоря, на 30% меньше. Давайте потом посмотрим, чего эти 30%. Либо технологии, которые у нас используются при строительстве дорог, они относятся к позапрошлому веку. Либо у нас воруют сокота и специально делают, чтобы дороги меняли каждые два года, причем одни и те же фирмы. Объясните мне механику, как это работает. Сейчас давайте попробуем. Во-первых, почему мы говорим, что дороги у нас плохо строят? Потому что, посмотрите, что у нас происходит. У нас средний рост сети дороже составляет полпроцента всего. Представляете, если вам заработную плату повысить на полпроцента, вы даже не заметите, наверное. Даже мы не замечаем, что у нас появляется... Я бы заметил, если бы не вообще хоть повысить. Но все равно согласитесь, полпроцента это не те деньги. И что получается? У нас сейчас протяженность дорог на один автомобиль, то есть где-то 800 тысяч километров дорог, у нас может быть больше, меньше, меньше. 43 миллиона автомобилей делим 19 метров, получается, в погонах. А на вновь покупаемый автомобиль, который у нас продается в России, парк у нас увеличивается постоянно. Дорожная сеть увеличивается еще на тремя погонах. То есть здесь мы даже автомобиль не можем разместить на мох созданной сети. Это, во-первых, проблема. Вторая проблема, о которой мы начали говорить, это стоимость. А при этом есть ли не трудно сразу пример аналогичный в любой другой стране? Ну, с сочетанием возьмем. В Финляндии 86 метров, в Франции 50 метров на каждом автомобиле, поэтому, как говорят, почувствуют разницу. В США? Ой, у меня нет с одной стороны, это не шумнально, но на порядок больше, наверное, чем у нас. И теперь, если говорить по стоимости, то, когда вы покупаете дом, вам нужно знать вообще, сколько квартир там будет, сколько комнат будет, какие условия, какой земельный участок, где располагаетесь, какой из окна, откуда вода, откуда газ. Здесь тоже мы не можем говорить о какой-то сопоставительной стоимости. Но если говорить по стоимости, то мы по стоимости где-то в Европе занимаем место среднее между Финлядией и Испанией. То есть здесь не надо говорить, что мы по стоимости одного километра в сравнимых условиях. То есть здесь не надо говорить, что мы какой-то всплеск имеем такой стоимости, которую мы просто проигрываем, и она запределена. Если говорить, почему она большая и возникает, вы знаете, вот если мы возьмем центральную часть Европы, где мы с вами находимся, у нас очень огромнейшая проблема с камерными материалами. Посмотрите, щебень мы завозим с Карелии. У нас в стоимости каменных материалов, стоимость транспортных расходов достигает 50-60%. А стоимость всех материалов, стоимость автономной дороги, где-то порядка тоже 50-60%. То есть понимаете, транспортные расходы, составляющие стоимости дорог, из-за того, что мы имеем каменного материала, она значительная. А вот эту проблему, которую вы знаете, еще один параметр, который меня всегда волнует. Вот, например, Николай Павлович Куршман, бывший специалист госстрою, на мой вопрос, сколько в строительстве так называемых административных расходов, то есть взятых, честно, ответил, что это 15-50%. При строительстве дорог, где интересно? Ну, это ему виднее. Мы говорим, когда про стоимость, я могу сказать, что по Москве 20% это расходы, которые связаны с отводом земли, с переводом, переносом коммуникации. Это 20% отдачи. Потом что происходит? Это чисто взятка или... Нет, это просто перестройка коммуникации. Это не напрямую. Я задал вопрос насчет взяток. А, я не знаю. Ну, по ощущениям. Не участвовал. Павлович Куршман, может быть, вы знаете. Вы могли не учить. Я не знаю. Никто вас не летает сейчас сразу в Следственный комитет. Не возьмите оценить, на самом деле. У меня бы попал, на самом деле, другой вопрос, более такой технологический, скорее. Скажите, вот, современные технологии, насколько вы позволяете построить... Ну, вот, если построить дорогу по тем технологиям, которые сейчас... Которыми обладают наши современные строители, сколько лет стоит эта дорога? Ну, давайте возьмем, Федор, у нас два примера хороших. Это киевские шоссе, наверное, которые построены по последней норме. И дорога Дон, которая госкомпания, которая построена. Я уверен, что там... Это обратный участок, разве? Да. То есть, то, что 12 лет положено на грани срок, на верхнюю сроку под дорожным покрытием, это гарантированно выстоит. Но проблема в другом еще возникает. Что помимо строительства, нужно еще грамотно эксплуатировать. Я вот как-то выступал и говорил, посмотрите, да, ну, видели, чтобы у нас трещины на дорогу взрывали, битом. Посмотрите любой западный фильм, да, что залито там? Америка, Германия. Мы забыли это дело, забыли, что нужно эксплуатировать их достойным образом. Потом мы начали говорить о ремонтных сроках. Посмотрите, да, ну, 40% у нас сейчас в недовольственном состоянии находится по дорожным условиям. Но постановление 2008 года, оно предполагало, что в скором времени мы перейдем на нормативные сроки обеспечить правительство нам выделение средств на обеспечение ремонтов. Мы в прошлом году выше где-то на 30%, наверное. И выйдем на показатель 100% средств, которые выделяются на ремонт содержания, только в 2015 году. То есть нам этих средств еще не хватает. У нас, получается, просто сеть, она деградирует. Если про региональную сеть говорит, вот, Александр Ковальевич хорошо знает, в среднем километр дороги ремонтируется, знаете, во сколько? 85 лет один раз. То есть этих средств просто не хватает. То есть у нас проблемы в нехватке средств? Вы знаете, я всегда говорю, что финансовая проблема основная, особенно в первом году, когда были ликвидированы заложные условия. В возле выпуска новостей, если вы не возражаете, буквально через минуту перевернемся. Ну что ж, возвращаемся в студию. Напомню, тут продукт с Игорем Витарем. Обсуждаем о дороге и контроле за ними. Павел Иванович, простите, что перевал. Да, вот, пожалуйста, в 2001 году в постановлении правительства были ликвидированы дорожные фонды. И сразу же были ликвидированы региональные, а не после федерального. Это привело к тому, что мы финансированием дошли до состояния, когда до 1% мы от ВВП все на все тратили на дорожное строительство. Это как на новые дороги, на содержание, и сразу же пошла деградация сети. То есть нам, чтобы перейти к новому состоянию, надо хотя бы поднять то, что у нас есть, и привести в соответствие, которое соответствует требованиям. А вот что такое, мне это ипонирует, то, что Александр Николаевич занимается убитыми дорогами. Я когда был в Скопской области, там очень тепло отзывались об этой работе, общественной организации, которая называется убитые дороги. И, наверное, нужно понимать, что те деньги, которые мы несем в дорожные фонды, это наши с вами деньги. Это мы с вами собрали. Помните, такой фильм был «Укращение огня», когда Королев говорит, что вот там бедная сторона собирает деньги, а вы там не можете построить ракет. Помните, такая ситуация была? Вот примерно в такой же ситуации мы находимся. Это наши с вами деньги. Нужно контроль финансовый установить за их правильным, рациональным, эффективным использованием. Прежде чем установить финансовый контроль, нужно определиться с тем, насколько те деньги, которые есть, достаточны для того, чтобы строить и поддерживать. Тут можно же говорить вообще, да, определиться, какие существуют современные технологии. Почему прежде? Почему нельзя делать одновременно? Нет, хорошо, я согласен, одновременно. Нужно понимать, какие существуют современные технологии, что мы можем себе позволить. Знаете, как говорила моя покойная бабушка, царствие небесное, мы не такие богатые люди, чтобы позволить себе покупать дешевые вещи. Мы не можем строить плохо. Значит, надо современные технологии. Почему? Я давно не слышал ни от кого, от властей, из-за того, что как бы вообще дорожное строительство, это огромный толчок для развития инфраструктуры, рабочих мест. Это бизнес, который идет с огромным мультипликатором. Мультипликативный эффект огромный. Правильно. Привлечь частный капитал. На каких условиях привлечь? Аж, если говорить об общественном контроле, я с уважением отношусь вообще к любым попыткам общественного контроля за любой деятельностью власти. Но вполне возможно, что огромную часть этого контроля можно бы вообще осуществлять в автоматическом режиме. Я вот даже добавлю, что, в общем-то, есть специальные обученные люди, которые получают зарплату за государственный контроль. За этим называются они инспектора дорожного надзора и государственной инспекции. Но, кстати, они, опять же, не везде. То есть, да, вот движение... Можно я тогда вам расскажу, что у нас происходит? Подождите, подождите, Павел Иванович, я вас выпустил, потому что вы тихо, спокойно сидели, эти двое дрались. Теперь вы как-то тихо, спокойно у них уйтили правилку. Федор, пожалуйста, да, по поводу инспекторов дорожного движения. По поводу инспекторов дорожного движения я просто хочу сказать, что общественный контроль за дорогами, он возникает, ну, вообще, зачем угодно. Он возникает в тот момент, когда государство не справляется с контролем там за чем-то. Там недавно у нас была прямая линия с Путиным, и его там спросили, там, я плачу налоги, где дороги, и он начал рассказывать, что вот, там, типа, я хочу второй раз проехать по трассе Чита-Хабаровск, но у меня нет времени для того, чтобы проехать не только по этой дороге, но и по всем остальным дорогам. Это он там или где он с Сашей Грей катался? Нет, с Сашей Грей там потом самое отдельное, как бы, чуть попозже каталась. Она доехала, нет? Нет, 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 думаю, она не доехала. Не знаю, не слежу за судьбой Сашей Грей. Ну, все правильно. Я просто хочу сказать, что да, что, как бы, вот, то самое у Владимира Путина есть три там тысячи инспекторов дорожного надзора, которые, в обязанность которых входит следить за состоянием дорог, контролировать все. А я говорю у меня об инспекторах дорожного надзора. Мне кажется, существуют технологии, которые позволяют в автоматическом режиме следить за качеством дорожного полотна. Например? Я предполагаю, что они есть. Понимаете, тут у меня есть, как бы, такой принцип подхода. Я, вот, например, с компанией IBM, еще с нескими компаниями часто говорил, «Ребят, а у вас же вот есть умный город, вы его там внедряете, эти программы где-нибудь, что так вот…» Я говорю, «А как вообще в Россию?» Я все время вижу, что, когда не приеду, вы с администрацией городов на эту тему, простите за выражение, третий, почему-то нигде не внедряете. Существуют автоматизированные всякие мобильные лаборатории, когда машина едет и сканируется. Да, например, да. Такие, да, такие штуки существуют. Но они, во-первых, ездят не везде, во-вторых, контролировать надо круглосуточно, круглогодично. Общая обязанность по мониторингу состояния дорожного покрытия и безопасного движения возложена на ГИБДД. Есть транспортный надзор, но он не может другими вещами занимается. Он контролирует транспорт, который ездит по дороге. Я говорил не про транспортный. Есть технический надзор. Есть технический надзор, но он и то не во всех случаях. То есть, когда мы спускаемся на уровень ниже, к региональному уровню подходим, на уровень федеральном еще, слава богу, система отстроена должным образом. Можно я вам приведу пример, да? Например, в тех же Соединенных Штатах, на которые кто-то сейчас сослался, да? Кто-то сказал, что мы вот видим по телевизору, как там Битмонт и Павел Иванович, да? Трещины заливают. Я просто много лет пролил. Я знаю очень хорошо ситуацию, которая действительно решает эту проблему. Дело не в том, что хорошо или плохо строят дороги. Но если, например, рядом там с автобусной остановкой образовалась яма, и человек, выходя из автобуса, подвернул ногу, город платит такие деньги нечеловеческие, что городу абсолютно невыгодно, да? Да, безусловно, существует огромное количество мошенничества со страховками, да? Некоторые специально эти ямы делают и падают. Но это пресекается. Давайте создадим вместо общественного контроля ситуацию, при которой просто невыгодно будет иметь плохие дороги, потому что за это власти придется платить. И платить не просто откупаться по 5 тысяч рублей. Почему вы опять говорите «вместо»? Почему вы не «вместе»? Давайте даже все «вместе». Страховая компания неинтересно. Неинтересно. А это должна быть государственная строительная компания. У нас таких, наверное, нет. Ну, значит, нужно создавать. Нужно создавать механизмы, при которых государству будет невыгодно иметь плохие дороги. И это тоже может быть частью общественного контроля. Вот обычный пример, да? У нас 30% ДТП происходит по состоянию дорожного покрытия. Инспектор, приезжая, он отмечает, что там произошло ДТП. Вот, если, например, в Финляндии, где вообще по состоянию дорожного покрытия ДТП вообще не происходит. Их просто не пишут. Всегда будет виноват водитель. У нас тоже изначально виноват водитель, но сопутствующие условия. Может быть, что там нет разметки или знак там плохо установлен. В итоге страховые компании как решают вопрос? Этот стукнулся в этого, этот виноват, все. Дальше выставить еще один счет для дорожников, чтобы они там все-таки возместили ущерб. Этим страховые компании уже не занимаются. У них и так все сходится. Хорошо, Федор, объясните, как, на ваш взгляд, должна выглядеть система строительства и контроля за дорогами, в том числе и общественной? Как должна выглядеть? Да. Ну, на самом деле, существующая система, если она работает вот с инспекторами дорожного надзора, с общественным контролем, там, с прокуратурой, она, в принципе, вот то, что у нас прописано в законах, она, в принципе, работоспособна. Вот, проблема только в том, что большое количество конечных исполнителей достаточно плохо выполняют свои обязанности. Проблема в том, что, во-первых, мы не видим, как они выполняют обязанности, куда уходят деньги. Вот мы подошли к этому, да? Давайте опять тогда на шаг назад, то, с чего я начал. Может быть, проблема в том, сейчас у нас много звонков просто радиуслушателей, давайте секунду послушаем. Слушаю, Георгий. Добрый день, уважаемые ведущие. Я как раз по теме дорог, вот, чуть-чуть издалека. Если можно, издалека, но покороче, да? Да, да, да. Я просто служил в Калининградской области, бывший Кёнигсберг, да, сержантского состава ССС, и там настоящий СС было в 30-е годы. Я вот качество это видел. Даже плац у них был с подогревом, который в 80-е, когда я служил, он не работал, да? Калининград, этот Кёнигсберг, он весь под землей, да, много раз говорили. Я сейчас смотрю Ярославско-Ленинградское шоссе, 2013 год. Закапывают трубы, то же самое, делают это шоссе, нужно оно, не нужно. Там кладут коммуникации, продумывают дороги на сотни лет вперёд. Ведь закопал, украл, убежал. До сих пор. Спасибо. Не очень понял смысл всего этого. Фёдор, продолжаем. Почему же, вопрос-то мой следующий был, может быть, причина в том, что изначально строят дороги, которые через два года приходится менять, может быть, сейчас проблема не в том, хорошо, не вместо, а вместе с контролем, всё-таки бороться за то, чтобы дороги строили нормально, чтобы при строительстве дорог оптимировались материалы, чтобы дали стильного. Собственно говоря, бороться этим и нужно с помощью, в первую очередь, гражданского контроля общественного, потому что другого способа у гражданного общества нет, кроме как именно общественного контроля, кроме как придания гласности всех тех случаев, которые, ну, обнаруживаются, и доведение любой подозрительной и, там, криминальной ситуации до логического завершения, до, там, обнаружения и наказания виновных. Да, но у меня сразу возникает закономерный вопрос, и скорее он к Александру. Значит, мы, я на дух не переношу Чирикову, не очень люблю идеологических борцов за всякие леса, но я понимаю, что, как только интересы общественного контроля вступают в прямые интересы с интересами того или иного коррупционера или группы коррупционеров, да, ну, люди, понятно, если они воруют на строительстве дорог, или на их ремонте, или на чем-то еще, то в зависимости от объема это достаточно серьезная криминальная сила в любом случае, да, и общественный контроль нарывается на то, что, ну, вот, как в случае, не дай бог, с Бекетовым или еще с кем-нибудь, да, то есть, это уже просто перерастает в некое вооруженное сопротивление. Ага, не совсем так, ну, тут надо вообще исходить. Сейчас объясню, вот, чем вообще прославилось движение убитой дороги Пскова? Мы сейчас говорили о гарантийных сроках, мы, как люди, как гражданское общество, мы не можем проконтролировать вот то, что у нас есть в руках, как у послушных законно, послушных граждан, мы не можем, когда делают асфальт, проконтролировать его качество укладки, ну, не можем это сделать. У нас нет инструментов. Что-то можем, но не полностью, да? грубо говоря, в дождь, не в дождь, какие-то технологические вещи, самое простое, через два года приехать на это же место и посмотреть, что происходит. Через три года, через четыре. Вот, пожалуйста. Приехали через два года, обнаружили, что дорога в плохом состоянии. Где заказчик, где подрядчик, чем они заняты? Почему? Были случаи у вас, когда вы, поймав людей на таком, добивались отстранения, преследования? Как раз это и было. То есть мы брали представителей заказчика, исполнителей и выезжали на место через год, через два. Нам когда задавали вопросы, а как вообще, посчитаете, вот осенью все хорошо у нас там стало, вот улица отремонтировать, мы говорили, давайте посмотрим весной или следующей весной. Приезжали, вот швы, Павел Иванович говорил, что там не проливают. Пожалуйста, начинается там выкрашивание одно, другое. И все, заказчику ничего не оставалось. На основании чего это дело-то, представители заказчика не может сказать, Александр Николаевич, да пошли вы. Кто вообще такой, что это? Тогда прокуратура идет и начинает работать и с заказчиком, и с подрядчиком. Потому что есть конкретные, да, дефекты, они стоят конкретных денег для того, чтобы их устранить. Значит, эти деньги или уже где-то лежат у заказчика, и они договорились, или все-таки приходят с подрядчику выходить на объект, брать и по гарантийным обязательствам восстанавливать все так, как должно быть. первоначально, то есть так, как должна дорога ослужить гарантийные сроки. Это один вопрос. По поводу того, какой уровень коррупции. Случай недавно был в Воронежской области. Как раз там посадили, ну, под следствие попало. Про Воронежскую область буквально через минуту расскажите. Ну, все, возвращаемся в студию, это парадокс с ограбителем, обсуждаем дорогу. Да, Александр, простите, что я прервал вас. Так вот, в Воронеже началось расследование, оно сейчас идет. Глава департамента по дорожному хозяйству Воронежской области попался на взятки. Ну, занесли там откат. Ну, смысл в том, что... Это удивительная и, главное, редкая история. Да, это удивительно, что такие вещи вообще происходят. Мне тоже казалось, что вообще в дорожной отрасли все уже друг с другом договорились и как бы все очень тихо. Бизнес работает, аппарат тоже работает. Так вот... Так вот, вы же говорите, что они договорились. Раз договорились, то зачем вам какой-то Александр Николаевич, который придет и скажет, так, пацаны, а теперь объясните мне, почему это вы договорились, а дороги у вас как-то вот не так строятся, как надо. Там есть очень активные ребята, со стороны движения общественного. Очень. То есть, тоже конкретные ребята. Они действительно выкручивают руки одним и вторым. И они масштабнее, их количество больше, чем даже в Пскове, в Липецке. То есть, ну, как-то глобально парней захватила эта история. Они обязательно выезжают в рейх. А кто из вас на байки приехал? Федор, да? Нет. То есть, видимо, байкеры в данном конкретном случае это отличная общественная сила, которая способна нагнуть местную мафию. Ну, а почему байкеры? Почему здесь мотоциклисты? Ну, вполне себе активные ребята. Это же не просто мальчики, а дуванчики-хипстеры, которые пытались там за Хинкинский лес бороться. ну, у нас что? С байкерами справиться сложнее. Автомобилисты, это что, какая-то тоже неактивная, что ли, часть общества, а пешеходы? Мотоциклисты, это совершенно отдельная как бы история. Давайте, она может быть длинная, и там не будем отвлекаться. Да. Так вот, там размер отката как раз был порядка 5-7% от подрядчика, который выполнил работу. То есть, он выполнил работы, он подписан, ну, руководитель подписывал акт выполненных работ. Общественная сила в данном случае смогла перебороть эту ситуацию. Ну, я думаю, что здесь нельзя ставить там пятерочку там только этим или тем. То есть, все работало полномерно, и когда вот есть общественное давление на существующую систему, у нее как раз есть возможность распасться, как раз стать тем звеном, который будет задавать вопросы. Потому что у нас есть и проверяющие, А можно вопросы задавать все-таки? Вот Федор говорит, что практически невозможно проконтролировать процесс строительства дорог общественных. Ну, какие-то этапы можно. А нельзя просто вообще изменить структуру, при которой невыгодно будет строить? То есть, как бы воздействовать на более высокую власть в данном конкретном случае? Да, есть экономические рычаги здесь. Можно ли бы о них рассказывать? Ну, сначала я просто расскажу состояние. Вы знаете, на каждой строительной дороге ведется 46 журналов производства работы, в том числе и скрытых. Что значит скрытых? Это после окончания строительства вы не можете проконтролировать. 46 журналов на каждый вид производства работы, кто выполнял, когда, что, что, какие требования к материалам. То есть, это огромные системы контроля, которые должны быть налажены в строительстве. Теперь, вот мы начали говорить о гарантийных сроках. Вот смотрите, что получается. вот вы выиграли тендер на строительство автомобилей дороги. Заказчик, некоторые вот в рамках компании Автодор, сразу у вас 10% средств выдерживает на то, чтобы потом обеспечить гарантийный ремонт, если вы недостаточно хорошо выполнили. А можно на фразу назад вы выиграли тендер? Возможно ли в наших условиях честно выиграть тендер по датчику, который обеспечит не только самую низкую цену и действительно может быть неглавным фактором, но и соответствующие качества? это проблема, потому что 94 ФСЗ предполагал, что вы 25% стоимости можете сбросить. Не предлагая ни новой технологии, ни замену материалов, просто там участвовать в торгах 25% сбросили вы, 10% удерживает заказчик за гарантийные обязательства, ну еще банковский процент, если взять, поскольку дороги строятся не в течение года, вот и посмотрите, что остается на строительство в Таблинораде, то есть это сразу, а смета-то была определена в соответствии с потребностями, значит 25% вы потеряли, значит где-то надо искать, чтобы эту сумму компенсировать. Так я об этом и говорю, что 94 ФСЗ показал свою неэффективность, другие законы. На самом деле попал 94, то ФСЗ, то есть точно так же заказчик вполне может указать в техническом задании, что мы работаем по такой-то технологии, которая обеспечивает вот такой-то гарантийный срок. Дальше как бы вопрос ценовой эффективности и как бы скидочной политики конкретного исполнителя, это вопрос на самом деле контроля за гарантийным сроком, то есть дальше ты подписался, подписался, что вот за эти деньги я обеспечиваю вот эти условия. если эти условия не прописаны, то это значит не 94 ФСЗ неэффективны, это значит государственный заказчик некорректно, неполно прописал. он находится в сговоре с исполнителем. Сейчас я эту ситуацию объясню. Дело в том, что 94 ФСЗ на строительство, а приемка осуществляется тоже на основании 94 законов ФСЗ. То есть не имея ничего, не имея контроля техники, которая обеспечивает контроль и осуществление качества строительства, подписывается акт. То есть люди выходят на торги, которым за душой нет ничего. Они выигрывают и также принимают, как кто-то строил. То есть здесь проблема большая. Дальше проблема... Кто-то строил это вот заказчик, государственные заказчики принимают как кто-то строительство? Почему у них нет техники? Нет, а в голове у них потому что на основании 94 ФСЗ вам провели там все измерения. Люди, которые не имеют ничего, за душой просто. Они выиграли, вот они вот дали отчет о том, что она соответствует тем требованиям, которые предупреждены по строительству. Дальше мы с вами говорим о качестве высокого, качестве плохого. Во-первых, качество дорог определяется тем стандартом, который определяет требования с условием обеспечения безопасности движения. Но это уже крайний случай, то есть это когда идет разрушение, такого вообще недопустимо. А кроме того, сейчас очень большая работа проводится, а что такое гарантийный срок вообще-то? Это, наверное, нарушение некоторой ровности, некоторых других характеристик, которые производят за некоторый срок. Но это требование прописано настолько, что вы их просто не почувствуете даже. Обычный потребитель, который идёт по дороге, он не почувствует, они настолько высокие. А это уже требования безопасности, это уже крайний случай, когда прошло разрушение, и такое просто недопустимо. Это не то, что там прокуратура, там другие органы обращаться уже, разбираться почему. А в какие, если не в прокуратуру, в какой ситуации обращаться? Ну, есть, другие органы. Есть, наверное, там. Федеральная служба безопасности? Наверное, да. Наверное, да. То есть здесь экономические рычаги должны быть какие? Если вы не обеспечиваете расчётную скорость, высокий уровень безопасности, значит, с вас после того, как начинается гарантийный срок эксплуатации после гарантии, должны действовать экономические рычаги, вам нужно задерживать и заработную плату, и всё остальное и приходить уже к другим мерам воздействия. Но с другой стороны, я вот могу отметить, что называют строителей дорог, вообще, это строители, это белая кость. Есть те организации, которые содержат дороги, там, ямки заделывают, разметку носят. А есть те, которые строят? Так вот те, которые строят, там, они с километра дороги получают, там, порядка миллиона рублей, вот, запросто. И здесь, может быть, дело даже зарыто в том, что наши нормативы, по ценообразованию, в том числе, они ещё, всё-таки, довольно-таки старые. Уже изменились у нас подходы, механизмы, инструменты. Получается, что мы можем укладывать асфальта больше в день, чем тогда. И поэтому, тут понижение стоимости, тоже, вероятно, оно может быть ниже. Но с другой стороны, если зайти со стороны закупок, мы можем сейчас увидеть, что во многих регионах у нас выигрывает единственный заказчик, единственный поставщик. Понижение порядка, там, меньше процентов, то есть 0,5 процента. Значит, что никто другой цену не скидывал, выйдя на торги. Это, опять же, уже говорит, тоже о коррупционных схемах. То есть, игроки на рынке уже договорились о том, кому какой тендер отойдёт. Да, вот я об этом и говорю, что на самом деле нужно менять вот те сложившиеся схемы. То есть, не вместо, а вместе с тем, что происходит. Иначе, мне кажется, что решение проблемы просто в контроле за тем, что здесь есть... Фёдор, объясните мне, кстати, по поводу проекта Росяма, насколько я понимаю своим обывательским мозгом, вы видите, что существует там яма, нарушение дорожного строительства, сообщаете об этом, куда нужно, следите за тем, как оно покрывается. Да. Да? Да. Насколько это эффективно работает? Потому что я вот, например... Примерно четверть всех ям, которые заносят пользователи, пользователи же потом отмечают, что яма была исправлена. Естественно, некоторым просто достаточно отметить яму, как бы это самое, они больше на сайт не возвращаются, таких много, поэтому реальная эффективность ещё выше. А насколько не работает вообще государственная структура для того, чтобы приходилось создавать параллельное общественное гражданское движение? Ну, вот смотрите, даже когда сейчас обращаются участники проекта Росяма в ГИБДД для того, чтобы, ну, провели проверку и там подтвердили или опровергли факт там разрушения дорожного покрытия, примерно в половине случаев ГИБДД отрабатывает нормально, как положено, в половине случаев начинают придумывать какие-то отписки. То есть даже, когда приходят заявления по конкретному случаю, в половине случаев они вот плохо отрабатывают. При этом... А при этом они ещё сами не могут без вас найти эту яму. Могут, могут, конечно. Но на при этом должны находиться. Это входит в их обязанности в прямые... Они же проезжали мимо этого участка в постоянный мониторинг, понимаете? То есть там, ну, когда там в Красногорске находится яма около городского суда, где рядышком, как бы ещё и в том же здании, городскую ОВД, но они не могут там не проезжать вообще. То есть вот они видели всё вот это вот там, люк, и вокруг него так это... А вы с этой ямой боретесь? Не, она уже задела. Зря задела. Зачем? Провалились они туда уже. Тут вопрос бездействия. Не, ну там... А бездействие, опять же, там есть... Там же есть, не только они, но это самое. Нет, ну, смотрите... Прокуратура, понимаете, в прокуратуру. Вот уже не то, как бы... Мы говорим о том, что у нас не работает государственная структура, мы говорим о том, что у нас сам закон не очень эффективен. Мы говорим о том, что существует коррупционная составляющая, и одним общественным контролем это никак не решит. Я считаю, что только общественный контроль, только именно давление снизу и может заставить всех этих должностных лиц выполнять работу, которая на них возложена тем самым обществом. Потому что, ну, если не спрашивать, мы их работодатели, если мы не будем спрашивать с наших сотрудников, которым мы платим зарплату, за качество их работы, они никогда не будут этого делать. Это вообще вопрос психологии отношения вообще к тому, вот как мы относимся к самим себе. Это же наши налоги. Смотрите, я знаю единственный, возможно, я не прав, единственный случай, когда общественное движение существует дополнением и никак не дублирует государственные функции. Действительно, возникло не то, что государство плохо работает, да, а просто потому, что не справляется и так. Это было знаменитое Эмбро Алерт в Америке, да, это поиск пропавших детей, не дай бог. У нас это теперь Лиза Алерт работает. Но у нас, конечно, им приходится дублировать некоторые государственные функции, потому что не работают. Это дополнение, потому что без волонтеров в такой работе не исправишься. Сейчас возникло огромное количество Росяма, возник городским проблемам, Йополис, по-моему, называется, еще несколько возникло. Я пока не вижу эффективности, потому что государство не реагирует никак. У государства нет репутационных издержек, у государства нет финансовых потерь. На самом деле, здесь, я думаю, ситуация очень простая. То есть, все вот эти общественные инициативы, которые, вы говорите, что они дублируют государство, они даже, на самом деле, необходимы для того, чтобы граждане видели альтернативу. У нас есть государство, до общественных вот этих всех движений не было альтернативы. А сейчас есть. Сейчас мы видим наглядно, что можно делать, как можно делать, эффективнее делать за какими средствами и с лучшим результатом и но вопрос там если не там путин там условно если не единая россия то кто возникает ответ вот есть люди которые умеют делать то же самое но вы знаете тот тоже очень важный в прошлом году когда генеральная прокуратура проверку станет дорог рассматривала что получается прокуратура выдает предписание дорожки говорят а деньги дайте что я дальше буду делать давайте деньги вот сейчас у нас будут новости про деньги давайте давайте еще за 45 секунд расскажу расскажите пока начните хотя ну про деньги не знаю там как бы получается так что местные власти одним федеральным законом на них возлагаются обязанности по выполнению каких-то функций по ремонту дорог школ детских садиков там и так далее другим федеральным законом бюджетным кодексом эти деньги у них отбираются и передаются в москву и потом политическим волонтаристским решением либо передаются либо не передаются ли передаются там куда-нибудь в чечне в дагестан это не продорожный фонд это не продорожный фонд это вообще дорожным фондом ситуацию как бы нормализовали но в общем и целом ну что ж продолжим нашу горячую дискуссию дорогах и так пола ночью до и хотят просто сказать шестьдесят четвертом году сельском союзе был не урожай зерновых сельском дороге дороге были дороге были они строго машины были не у всех они строились как раз за счет дорожного фонда это было тогда 2 процента отчисления от финансовой деятельности хозяйственных предприятий по указу который писал верховный совет россии и все я четвертом году когда был не урожай зерновых значит правительство обратилось дорожный фонд с просьбой там дать взаймы там дорожники дали взаймы правительству эти деньги потом были компенсированы вот что мы сейчас имеем этот год он несколько показателей в дорожных фондах потому что когда начали производить бензин евро 4 или 5 дорожные фонды сократили которые должны пойти на ремонт содержания почему потому что снизили акцизы для того чтобы компенсировать нефтеперерабатывающим заводом их издержки связаны с перехода на новые марки бензина более экологически чистый значит поэтому правительство сейчас озабочился где деньги вернуть из каких источников в эти дорожные фонды которые должны были они поступить вот этот проблема с которым сейчас столкнемся потому что наполнение дорожных фондов в этом году будет наверно ниже чем предыдущим то есть европа это на уровне 40 50 процентов то есть европа оплачивает акцизами до бензин свои хорошие дороги кроме того я считаю что если касается дела каких-то политических вопросов там которые должны искать государство оно должно платить деньги из бюджета вот по атома и дорожных фондах есть две составляющие то деньги которые мы с вами собрали и собственно карманы внесли дорожные фонды и второе которые государства должна финансировать те проблемы которые возникают а еще 17 июня правительство нам сказало что автомобили общим весом более 12 тонн будет браться возмещение вреда причиняемой дорогам в прошлом году должны были ввести но перенесли на год если на 14 год на ноябрь три с половиной рубля я все-таки хотел бы вернуться к стоимости и к технологиям существуют ли сейчас технологии которые могут быть применены в россии которые не несут за собой серьезного удорожания которые могут быть применены и которые повышают долговечность дорог вы знаете я считаю еще комиссия по инновациям вместе с транспорта возглавляю и раз в месяц собираемся обсуждаем те новые технологии которые должны поступить на рынок я считаю что это техниками сейчас мы сейчас отечественной техники не имеем на дорогах просто настроение благополучно дороже настроение убита да поэтому вся техника закупается за рубежа техника поступает вместе с машинистами которых готов готовить на этой технике работать то здесь качество должно быть обеспечено и мы все-таки техника гастарбайтеров у нас готовят в европе нет нет мы имеем на каждую машину на практически с машинистом поступает и обучают работать именно этой технике для того чтобы его наиболее эффективно использовал то есть нельзя там гастарбайтера взять и посадить технологии дорожного технологии я считаю что они в полной мере соответствуют западом то есть все что на западе появляется но здесь используется правда некоторые изобретения тоже есть свои которые я в этом не особенно давал хода но в общем то надо сказать не понял не понял какие ну допустим то резиновую крошку дорожное покрытие не сторонник того чтобы всякий мусор а тогда объясните мне просто эти вот злопыхатели в интернетах рассказывают про то что у нас 4 транспортное кольцо юрий михалович который на было начато строительство дороже строительства этого нашего коллайдера это злопыхатели говорят или так оно есть я не видел смету но я думаю что ну цена очень большая но надо понимать что мы все равно рано или поздно за счет вернемся к четвертому транспортному за счет чего за счет того что я думаю что в последние годы несколько был нарушен коридор который необходимо было выделить на строительство то есть сразу появился снос дополнительный перенос коммуникаций то есть это не за счет того что используют воруются это за счет того что приходится сопутствующие работы проводить в том числе снос жилья и так далее перенос в подмосковье сколько земля стоит сколько много по сравнению с региона вот у меня вопрос еще опять таки вот федор говорит о том что общественное движение приглашение урбанистов известно ну например я особо много урбанистов российских не знаю западных приходилось так ну хорошо тот же михаил яковлевич блинкин специалист подальше как-то бы не хорошо на меня сразу вот михаил яковлевич лет сорок знаю ну и слава богу еще есть люди которые на моей памяти лет десять-пятнадцать объясняли что нужно делать в москве чтобы хотя бы не избежать но облегчить транспортные товары все что делалось в москве практически все что делалось и делается в москве за эти годы делается вопреки тому что говорят специалисты не просто общественное движение которые гранат мы не хотим чтобы этот парк сносили нам тут нравится мы тут собаками и детьми гуляем теперь нехорошо посмотрю ладно дело в том что последние 20 лет вообще ничего не делалось начнем с этого по дорогам да но зато застроили те самые коридоры застроили коридор парка через которых можно было делать а северо-западная хорда а замечательная идея с бессветофорным ленинским я вы знаете я запросил сейчас все документы от общественной организации которые возглавляют по ленинскому проспекту для того чтобы привести экспертизу нашими отечественными специалистами вот мы сейчас все заканчиваем экспертизу и вот еще я к Федору присоединюсь только что хвалимые Федором западные урбанисты делали экспертизу по-моему кстати их варламов приглашал и сказали что это теперь эти слова благодаря владимир владимирович в эфире говорить нельзя но скажи что это вот полная непрофессионально полный профессионализм вот она неправильный подход почему потому что основная проблема которая ну это название реконструкции ленинского проспекта но смысл в том чтобы реконструкцию ленинского проспекта что обеспечить и поперечные связи которые там существуют перейти от радиальной системы которые мы к сожалению свалились из-за того что у нас плохо развита сеть именно в этой периферии той радиальной кольцевой который изначально была москва предоставлена то есть посмотрите для того чтобы пересечь ленинский проспект вы строите по 5-7 фас фитофора в ожидании там и за счет этого пробег увеличивается в других районах потому что вы понимаете что выехать отсюда переехать ленинский проспект никак нельзя а ленинский проспект он уникален посмотрите никакой другой проспект не имеет таких поперечных связей развитых как ленинский проспект я вам ради интереса могу предложить несколько точек на ленинском проспекте и сопутствующих улицах чтобы туда подъехали и попытались там проехать да я вас уверяю вы получите заряд бодрости и нецензурного настроения на ближайший месяц я там каждый день просто езжу а кстати насчет общественного контроля как с ямами не знаю помните было вместо встречи изменить нельзя про маму твою не скажу не знаю а папашка шнифер был известный так вот конкретный светофорными клуха маклая я написал уже 20 писем на что мне начали что отвечают мы занимаемся только неработающими светофорами неправильно от неатрегулируемыми не занимаемся это надо было центр организации дорожного движения я везде писал но вы знаете я живу за городом или знаете я для себя какую формулу вывел там мне до работы 33 километра но с каждым годом я живу дальше и дальше по ленинградскому проспекту вы знаете по ленинградскому да вот я тоже могу сказать что вот после реконструкции ленинградки вот этой без светофорной я живу в красногорске это волоколамская шоссе поэтому что творится на соколе на развязке я вам могу просто по годам рассказать все как все происходило вот ну и в общем то есть даже когда вот строили вот эту вот развязку и на волоколамку я не совался даже на мотоцикле потому что междурядь был очень узким и я там стоял мне было проще объехать вокруг то вот сейчас когда волоколамский туннель проезжаешь за 45 минут на машине этого после реконструкции после того как этот участок сделали без светофорным и опирается все в бутылочные это катастрофа да то есть мы сделали мы создали огромный аэродром широчайший вот на котором там среди ночи можно там пролететь вообще просто таким труболётом вот но в конце это все упирается и как бы вот собственно говоря большое подозрение что с ленинским получится то же самое мой вопрос может быть общественность опять-таки не вместо вместе все таки но победят немножко приоритеты должна заниматься тем чтобы давить на власть чтобы эти идиотские проекты не осуществляют в кац фарламовым тем самым же не же схемы развития городов да где четко обозначена зонирование все эти дороги в летные магистрали и так далее но на определенной стадии это вот эти проекты просто начинают уничтожаться пренебрегать давайте этот выезд уберем здесь берем здесь перекресток поставим подключаться конечно свыше как только как только это это общественное мнение вот эти вот общественный контроль упираются в финансовый интерес людей которые строят чем эти дороги реконструируют во всех этих это упрощение сразу же посмотрите химкинский лес там я каждый день плачу там этот цен дополнительно 40 рублей за счет того что пережигая бензин стоит это благодаря вот тому что было сделано еще в связи с тем что переносом значит еще когда это закончится мы еще столько с вами нахлеваем знаете у нас в стране я думаю просто очень редко когда спрашивают у граждан до того как что-то начинать делать понимаете то есть мы принимаем решение вот строим развязку там вот этот алабянно-балтийский туннель проектирование алабянно-балтийского туннеля заняло полгода и вообще никто не знает кто проектировал что проектировал зато строим уже шесть лет понимаете авиадук мио авиадук мио во франции за 400 миллиардов за 400 миллионов евро его обсуждали общественно и проектировали только 14 лет они 14 лет занимались болтологии и бумагам аране но зато построили есть конечно есть конечно не будет про у нас было время вы сами сказали что за этого года у нас ничего не делали тогда проблем с чириковой у нас 20 лет ничего не делать у нас время было но теперь извините пожалуйста а потом полторы тысячи объектов одновременно проектируется а потом опять таки не советую опять же не советую объектов находится в судах вообще-то как общественное слушание я сам депутат я принимал слышать вы прекрасно знаете что и как это делается с этими общественным случаем абсолютно бачка слушает да и они носят они носят они носят исключительно рекомендательный характер и на любое общественное слушание можно положить большим прибором как бы ничего не это сам я в свое время не буду сейчас называть конкретно дабы не это самое потому что я там скажем так был не просто гостем но был на вечеринке посвященный открытию одной легендарные автодороги точнее не открытию дороги проекта я не буду говорить какую а я когда посмотрел в глаза людям которые участвовали в истории а концессионеры были в том числе запад но можно догадаться я когда посмотрел в глаза и той и другой стороне то участникам концессии этой я понял что любые проблемы с этой дорогой ежели они возникнут могут решаться только путем вооруженного восстания и то мы проиграем потому что слишком серьезные люди и слишком серьезное бабло поэтому я конечно за завершая передачу и за общественный контроль и за убитые дороги точнее прочих убитых дорог а за контроль над ними из-за россиям и за все прочее но я думаю что надо объединяться и давить на более высоком уровне на этом передача подошла концу напомню сандр васильев депутат об объединенного народного фронта и лидер движения убитые дороги первый проектор нади павел поспеев и координатор проекта россияма федор иди а также я игорь вы перу слышимся завтра